Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на беседы на книгу Деяния Апостольских. Не будем же уклоняться, умоляю вас, от божественных таист. Не смотри на то, что прежде тебя, крещённый, сделался худым и лишился своего упования, и не делась от того ещё нерадивее, и между воинами мы видим одних, отправляющих воинскую службу, как никак должно, а других отменно ревностных. Но обращаем внимание не на ленивых, а подражаем этим, исправным. Так и ты смотри на тех, которые после крещения из людей сделались ангелами. Страшись неизвестности будущего. Смерть приходит, как тать ночи. 2 Петра 3.10 И не просто как тать, но нападает на нас спящих и восхищает небодрствующих. Для того Бог и оставил будущее неизвестным, чтобы по неизвестности, всегда ожидая, мы проводили жизнь добродетельно. Но Бог скажет, человеколюбив, доколе же мы будем повторять это холодное и возбуждающее смех изречение. Я не только говорю и не перестану говорить, что Бог человеколюбив, но и скажу, что нет никого человеколюбива и его, и что все в отношении к нам он устраивает на пользу. Не видишь ли, как многие во всяком возрасте бывают подвержены проказе, как многие с первого возраста остаются слепыми до старости, другие подверглись слепоте впоследствии, иные живут в бедности, иные в узах, иные в рудокопнях, иные задавлены там землею, а иные погибли на войне? Дело ли это человеколюбие, скажи мне? Не мог ли он не допустить этого, если бы пожелал? Но он допускает. Так скажешь. Скажи же мне, от чего бывают слепые из первого возраста? Я не скажу, пока не дашь мне обещание креститься и покрещение жить благочестиво. Не следует тебе заниматься разрешением таких вопросов. Слово существует не для забавы. Если я разрешу этот вопрос, за ним последует другой. В писании ведь бездна вопросов. Поэтому приучайтесь не изыскивать только разрешение вопросов, но и не задавать их, потому что никогда не будет конца нашим вопросам. Вот если я разрешу этот, то подам повод к бесчисленному множеству других вопросов. Научимся же лучше достигать этого, чтобы не задавать вопросов, нежели искать разрешение их. Если разрешим, то разрешим не совершенно, а по человеческому разумению. Самое лучшее разрешение таких вопросов есть вера. То есть убеждение, что Бог устраивает все правильно, человеколюбиво и на пользу, и что причины этого постигнуть невозможно. Вот единственное разрешение, и другого лучше этого нет. В чем скажешь мне, состоит дело разрешения? Конечно, в том, чтобы не искать больше того, что разрешено. Если же ты убедишься, что все управляется промыслом Божиим, одно попускающим по известной ему причине, а другое устрояющим, то и не будет более задавать вопросов, и получишь для себя готовое их разрешение. Но возвратимся к предмету. Итак, если ты видишь, что многих претерпевающими страдания, а это все попускает Бог, то воспользуй всем здоровьем своего тела для здоровья души. Ну скажешь, какая мне нужда подвергаться трудам и лишениям, когда можно очиститься от всего и без труда? Прежде всего скажу, это неизвестно. Получается не только не очиститься без труда, но и отойти со всеми грехами. Если бы это и было известно, то не отрадны такие слова. Привел тебя Бог на бранное поприще. Предложены золотые оружия. Следует взять их и действовать. А ты хочешь спастись без славы и не сделать ничего доброго? Скажи мне, если бы происходила война и сам царь присутствовал, и ты видел бы, как одни бросаются в ряды неприятелей, поражают и наносят бесчисленные раны, другие вступают в единоборство, одни бегут, другие несутся на конях и получают похвалу от царя, удивление, рукоплескание, венцы, а иные в то же время считают за лучшей не подвергаться никакой опасности, держаться позади всех и остаются в бездействии. Потом, по окончании войны, первые вызываются, награждаются великими дарами и провозглашаются, а последние остаются неизвестными даже по имени. И только лишь сохранение жизни служит им к воздаяниям за дела, в числе которых ты пожелал бы находиться. Хотя бы ты был каменный, хотя бы был беспечнее вещей бесчувственных и бездушных, не пожелал ли бы тысяча раз быть в числе первых, так прошу и умоляю, ведь хотя бы надлежало и пасть среди брани, не следует ли с готовностью решиться и на это. Ведь не видишь ли, как светлые, подающие таких, падающие в таких войнах, и как они умирают смертью, после которой они могут получить почести от царя. А в этой брани совсем не так. Но после нее ты непременно предстанешь со своими ранами, которые досподобимся всем и явить, и без гонений во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Отсу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь.